Музыка Всем привет на канале Кулинарием с Викторией! Добро пожаловать! Сегодня готовлю шоколадное мороженое. Шоколадное мороженое в домашних условиях получается очень вкусное. И вы точно знаете, из чего вы его приготовили. Для начала подготовим все необходимые ингредиенты. Для того, чтобы приготовить вкусное мороженое, молоко рекомендую брать жирное. Не полужирное, не постерилизованное, а жирное молоко. Сливки нужно брать минимум 30% жирности. А лучше, если они у вас будут 33 или 35% жирности. Шоколад обязательно берите с минимальным содержанием какао 62-63%. Хорошего качества. От этого тоже будет зависеть вкус вашего мороженого. 5 яиц разделены на белки и желтки. Нам понадобятся только желтки. А пока я занимаюсь яйцами, не забудьте подписаться на мой канал. Смотрите другие рецепты выпечки десертов на моем канале. Белки я перелью в контейнер и использую для приготовления другого рецепта. 230 грамм черного шоколада поломаю на кусочки и мелко порублю ножиком. В желтки добавляем 130 грамм сахара. И венчиком все перетираем до бела. И все готовим с помощью обычного венчика без миксера. В сотейник или в кастрюлю, желательно, если у вас будет с толстым дном, наливаем 500 миллилитров жирного молока и 300 миллилитров жирных сливок. Сливки с молоком ставим на небольшой огонь и доводим до закипания. Как только вы увидите небольшие пузырики, добавляем порубленный шоколад. И хорошо тщательно перемешиваем до полного растворения шоколада. Затем шоколадную массу постепенно будем наливать в яично-сахарную массу. Тоненькой струечкой наливаем шоколадную смесь в яично-сахарную смесь. И тщательно перемешиваем. Обязательно делайте в такой очередности, а не наоборот. Если вы перельете яичную смесь в шоколадную смесь, так как сотейник у нас еще очень горячий, то яйца могут свернуться. И теперь переливаем хорошо перемешанную смесь обратно в сотейник. Заново отправляем нашу смесь на маленький огонь. И не переставая помешивать, доводим до закипания. Друзья, массу нужно проварить, чтобы она совсем немножечко загустела. Если у вас есть градусник, то используйте его. Я вот сейчас проверю на градуснике. Максимум масса должна прогреться до 80 градусов. Если у вас градусника нет, то можно это проверить, проведя пальцем по лопатке. Смотрите, осторожно, не обожгитесь. Сейчас вот смесь очень горячая. Сейчас я попробую проверить. Должна оставаться незатекающая полоса. Вот видите, когда я поворачиваю лопатку, то полоса не истекается. Значит, заварная смесь готова. Друзья, нам нужно, чтобы процесс варки быстро остановился. Поэтому можно поместить в сотейник в емкость с холодной водой. Вот так. Можно же просто его перелить в другую емкость. И продолжаем помешивать, чтобы смесь побыстрее остыла. Оставляем остыть наш шоколадный крем при комнатной температуре. Когда шоколадная масса у нас остывает, подготовим формочку. Можно использовать любой пластиковый контейнер. Вот такой, например. Затем закрываем его крышечкой и убираем в морозильник. Либо вот такой контейнер. Он у меня с толстым стеклом. Подойдет и для заморозки, и для духовки. Можно также использовать вот такую формочку из-под кекса. В таких формочках очень быстро все замораживается. Получается очень удобно. Друзья, шоколадный крем для мороженого у меня остыл до комнатной температуры. Переливаю его в формочку. Накрываю пищевой пленкой. И убираем в морозильную камеру минимум на 40 минут. Затем достанем, перемешаем обычной ложкой. Отправим опять в морозильник на 40 минут. И так поступим несколько раз. Хотя бы 3-4 раза. Прошел час. Достаю мороженое. И перемешиваю мороженое первый раз. Пленку помещаю назад. И убираю еще на 1 час. Через час опять перемешаю. Точно такую же процедуру проделываем еще 3-4 раза. Некоторые проделывают 6 раз. Смотрите сами. Но с каждым разом масса должна становиться все гуще и гуще. И в самый последний раз отправляем мороженое в морозильник минимум на 6 часов. А лучше на ночь. И завтра я вам уже покажу конечный результат. Друзья, прошла целая ночь. Мороженое полностью застыло. Убираем пищевую пленку. И посмотрите, как хорошо оно у нас схватилось. Перед тем, как подавать мороженое, нужно его достать из морозильника за 30-40 минут, чтобы оно немного оттаяло. Наше шоколадное мороженое готово. Посмотрите, какое красивое и аппетитное оно у нас получилось. И получается такое мороженое очень вкусное. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч!